Однажды Владимир Путин сгинет и не имеет значения, каким образом. То ли он помрёт своей смертью, то ли он будет ликвидирован, то бишь убит. Или же его отправят во своясь, из глаз до он и сердца вон, туда, в сторону глубинного народа. Так, чтобы не мешал, так, чтобы больше нельзя было его помнить и вспоминать. Так, как это когда-то сделал председатель КГБ «Семичастный» в отношении Никиты Хрущёва. Всё это не имеет никакого значения. Имеет значение только одно. А что будет после того, как Путин и его абсолютно кровавый, циничный, преступный режим рухнет? На самом деле никто не знает ответа на этот вопрос. Но я скажу вам так, что я точно знаю, в чём я точно уверен. Что как только это случится, вы, мой друг, а ещё сотни миллионов людей на всей планете хотя бы на одну долю секунды вздохнут с облегчением и возрадуются. А пока те события, которые происходят в России за её пределами, которые мы каждый день анализируем, показывают только одно. Что Путин и его режим идут до той точки, которая называется «Крах». Вы на канале Дмитрия Гордона, я Александр Демченко. Это программа «Однажды». Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Ну а мы начинаем. Друзья, как вы поняли по нашей обошке, сегодня мы будем обсуждать те страшные детали, которые вам не рассказывают Путин и его власть в отношении кровавой бани в Севастополе и в отношении терактов, серии терактов, которые случились в один день, 23 июня 2024 года в Дагестане. Но перед тем, как мы начнём, я вас попрошу ответить на один очень важный сегодня вопрос и оставить свой ответ здесь не в комментариях. Я, кстати, обещаю, что самые интересные, самые значимые ваши ответы и комментарии, что я и Дмитрий Гордон посмотрим на них, ответим и отреагируем. А вопрос мой звучит так. «Скажите, как вы считаете, то, что случилось в Дагестане, та серия терактов в Дагестане, это изначально инспирированная, спланированная акция российских силовиков, КГБ, как это часто бывало в путинской России, проще говоря, разводка путинских чекистов, или же российские спецслужбы в очередной раз проморгали целую серию терактов и не увидели подле своих ног напротив себя настоящих джихадистов, экстремистов и террористов? Отвечайте, не стесняйтесь, как я уже сказал, на самые важные, самые значимые, интересные комментарии. И я и Дмитрий Гордон постараемся ответить. Вы знаете, друзья, Владимир Путин, он же очень любит символические такие даты и жесты. Ну, несколько примеров. Вы помните, что 7 октября день рождения Владимира Путина. В этот день ему на блюдце преподнесли голову его врага, журналистки Анны Политковской. 9 мая был убит, взорван отец Рамзана Кадырова, Ахмат Кадыров, прямо на стадионе. В этот день в Москве у Путина был Рамзан Кадыров. Путин ему тогда передавал всю полноту власти над Чечнёй. В вербное воскресенье Путин убил рейтингового генерала Александра Лебедя. В день 7 специальных операций в 2015 году Путин убил своего злейшего кровного врага Бориса Немцова. И спустя годы он убил ещё одного своего политического врага, важнейшего врага, в исправительной колонии номер 3 в Заполярье, Алексея Навального. Убийство произошло фактически в день оккупационных заграничных войск. И даже своего повара Евгения Пригожина Владимир Путин убил абсолютно хладокровно и цинично 23 августа. Не поверите, но это день воинской славы в России, день жертв старинских репрессий. Но, кстати, я предполагаю, что ни Владимир Путин, ни Евгений Пригожин не знали, что 23 августа — это также и день, когда режим диктатора, ливийского диктатора Муаммара Каддафи подошёл к концу, когда началось свержение ливийского диктатора, участи судьбы которой так боится Владимир Путин. Почему я об этом говорю? Потому что 23 июня 2024 года — это красный, кровавый день в календаре путинской России. То, что произошло в Севастополе, в оккупированном Севастополе, в оккупированном Крыму украинском, и то, что произошло в Дагестане. И это произошло в день, когда ровно год назад начинался неудачный путь, марш Евгения Пригожина и группы ЧВК «Вагнер». В сторону Москвы. Неудавшийся путь. Владимир Путин всё это время пытается убрать, забыть, очистить память об этом путье. Он убирает людей, которые помогали Пригожину, пускай и негласны таких, как генерал Суровикин. Я думаю, тот благодарен Путину, что Путин его не убил. Или Шойгу, который выступал против Пригожина. Или бывшего секретаря совбеза Патрушева, который, как говорят американские СМИ, ликвидировал хладнокровно Евгения Пригожина, Уткина и несколько ребят, из группы «Вагнер» — боевиков. Он садит в день, когда был этот неудавшийся путь, представителей фабрики «Тролли» Евгения Пригожина. И всё равно очистит память о Пригожине он не может. Более того, мне представляется, что Пригожин фактически воскрес и догоняет Владимира Путина. Что он его прикончит и что Путина ждёт судьба Евгения Пригожина. Что Пригожин его догонит. А теперь давайте поговорим о том, что же происходило в это кровавое воскресенье, 23 июня 2024 года. Только давайте будем говорить правду. Ту правду, которую скрывает от власти российская власть. Которая скрывает от вас Владимир Путин, его окружение в Кремле и околокремлёвские пропагандисты. Начнём, пожалуй, с Крыма. Итак, Севастополь. Удар, ракетный удар со стороны вооружённых сил Украины. Огромное количество людей пострадало. 84 человека находятся в госпитале. Да, это правда. Пятеро людей погибло. Трое детей, двое взрослых. Да, это так. Во всяком случае, так говорит губернатор, так называемый, да, оккупационный губернатор развожаев. Правда, понятное дело, никто нам не скажет. Ни тот же развожаев, ни органы МВД, ни органы, которые отвечают за здравоохранение. Никто. Но в большинстве своём, конечно же, пострадали пляжники. Это правда. А теперь давайте поговорим о том, что происходило на самом деле, а не то, что вы слышите с экранов кремлёвских телевизоров. Да, Мария Захарова, абсолютно взбалмочная женщина, которая страдает из-за комплекса отцовского неполноценного внимания, говорит, конечно же, что виновата Украина и американцы, что это они передали дальнобойные ракеты «Атаковс». Об этом говорит и главный чекист в Рясе, Кирилл Гундяев. А что же происходило на самом деле? А на самом деле удар был нанесён, должен был быть нанесён по аэродрому, по военному аэродрому в Севастополе, откуда каждый божий день взлетают самолёты, которые уничтожают, вот это уже на самом деле, гражданские объекты в Украине. Объекты энергетической инфраструктуры, роддомы, клиники, больницы, школы, детские сады, университеты. А вот что произошло потом? На самом деле на этот вопрос ответил Z-пропагандист, Z-военкор Сапаньков, который очень чётко артикулировал, что на самом деле убили пляжников в Крыму. Российские войска. Те войска, которые находились в распоряжении сил противовоздушной обороны. Что таким образом, когда сбивались дальнобойные ракеты «Атакамс», они сбивались над пляжем. И что в большинстве своём, если бы «Атакамс» действительно были бы нацелены на пляжников, то были бы погибшими сотни и сотни людей. На самом деле этого не случилось. Но знаете, что произошло после? Пост этого Z-военкора, спустя 12 минут после того, как он его опубликовал, был удалён. У нас сохранился этот пост, и вы сейчас его увидите на экранах и сможете спокойно всё прочитать. Знаете, что произошло на самом деле? В очередной раз преступление со стороны российской армии, российского военного командования и руководства. Это они уничтожили вот этих вот людей, детей и взрослых на территории пляжей в Севастополе. Это они стреляли на территории пляжей. Это они убили этих людей. Это из-за них 84 человека находятся в госпиталях в различной степени тяжести. Это их преступление и преступление Путина, которое он в очередной раз от вас, это всех, скрывает. И то, что вам не расскажут ни Мария Захарова, ни Владимир Соловьёв, ни другие российские пропагандисты и чинуши. А это происходило на самом деле. Теперь давайте поговорим немножко по-другому. По поводу Крыма. Россияне очень бурно отреагировали и стали винить во всём Украину и рассказывать, почему украинцы не сострадают, почему они это делают, почему вооружённые силы это делают. Крым – это украинская территория. Вы поддержали аннексию Крыма в 2014 году. Вы поехали туда на курорты. Вы говорили о том, что Крым ваш. Крым превратился в военную базу за это время. Вы поддержали в 2022 году полноценное, абсолютно полноценное нападение полномасштабной Владимира Путина и российской армии на украинскую территорию. Вы поддержали геноцид в Буче. Вы поддержали геноцид в Мариуполе, в Изюме, в Тростянце, в Чернигове, в Херсоне, в Ирпене. В огромном количестве украинских городов, поселений. Теперь вы находитесь в Крыму. На самом деле незаконно. Вы проглотили то, что украинскую и крымско-татарскую общины, что этих людей вывезли за пределы Украины или им заткнули рты. Так, как когда-то сделал Иосиф Сталин в отношении Крыма и в отношении украинцев, которые проживали на всей территории нынешнего украинского государства. Он просто замещал людей. Россиянами замещал украинцев. Россиянами замещал крымских татар. Владимир Путин это повторил. И вы с этим согласились. Вы голосуете постоянно за Владимира Путина. Так вот, знайте, что когда вы находитесь на территории Крыма, вы находитесь на оккупированной территории. Вы совершаете преступление. Когда вы находитесь на территории Крыма и берете с собой вашего ребенка, этот ваш ребенок находится фактически в окопе. И знайте, что на самом деле вооруженные силы Украины будут превращать Крым в зону поражения в ближайшее время. И подумайте над этим. Стоит ли вам находиться в Крыму? Стоит ли вам туда ездить? А быть может, стоит ли убегать из путинской России куда подальше и не участвовать в его преступлениях?